Девушки отдыхают Трижды в него выстрелил Где он стоял? Возле окна И куда делся? Я не знаю Скажите, а вы всегда стреляете в людей без предупреждения? Он в меня целился, между прочим И потом Я в руку стрелил Ничего себе Андрей Анатольевич, подойдите Ну что тут у тебя? Запись с видеокамеры Опа Ну я в общем так и думал Ах, Тихомеров Нервничаешь ты, Тихомеров Руки у тебя трясутся Так будет лучше Поверь Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну что ты молчишь Шутка тебе не понравилась, Тихомеров Не нравится, когда над тобой смеются Ну конечно, ты же крутой Ты у нас крутой, Тихомеров Отвечай А я его понимаю Кому понравится, когда из него посмешище делают Ну, психанул человек А пистолет под рукой Верно я говорю Я в Романа стрелял Что ты лепишь В какого Романа? Не было там никакого Романа А вы его нашли? Найдем Обязательно найдем Про камеру ты забыл, Тихомеров Или не знал, а? Ну что ты молчишь? Я же вижу Ты хочешь рассказать? Я хочу, чтобы на допросе Присутствовал мой адвокат А звонок другу ты не хочешь? Или помощь зала? Я отказываюсь давать показания без адвоката А убивал ты без адвоката, а? Ох ты у меня заговоришь, Тихомеров Ох ты у меня заговоришь Стоять! Лицом к стене! Пошел! Ну почему? Ну почему я его заставила? Он что-то чувствовал Он, он Он так не хотел, чтобы этот охранник был рядом с ним Лариса Любимая Ты хотела как лучше Кто же знал, что так получится? Я сама наняла Славика-убийцу Понимаешь, сама Родная моя Любимая Это была случайность Славик неудачно пошутил У тупого громилы сдали нервы Нелепая, жестокая случайность Господи Ну почему? Ну почему? Какая ниспоподвивость Я хочу, чтобы он был наказан Я хочу, чтобы он получил по заслугам Я хочу, чтобы он до конца своих дней Жалел о том, что он Убил моего брата Ты слышишь? Это я тебе обещаю Он вообще пожалеет, что родился на свет Тихоняк, слушай меня внимательно На клиента сегодня будет совершено покушение Не упускать его из виду ни на секунду Ну, ты понял? Олег Иванович, вызывали? Проходи, капитан Что у нас с убийством Островского? Работаем, товарищ полковник Плохо Плохо работаете, товарищ капитан Мне уже звонили Родственник Сенчина Это те не шутки Родственник Сенчина Родственник Сенчина Родственник Сенчина О, тебе конец Заскочил в гостиную, там его не было Потом побежал в кабинет А ты вообще зачем искал? Вы же меня сами предупредили, что на клиента готовятся покушения. Я? Ну да, я уже вещи собирал, чтобы уйти оттуда к чертовой матери, а тут... Ваш звонок. Мой звонок? Ну да. Ты уверен, что слышал именно мой голос? Время, время. У меня и так могут быть большие проблемы. Сейчас, сейчас все. Я вообще тебе в этот вечер не звонил. Ну время! Как же так? Я не знаю, Толя. Не знаю. Думай. Я не понимаю, Соловьев. Свидетельские показания есть? Есть. Записи, камеры наблюдения есть? Есть. Чего ты тянешь? Пиши заключение, передавай дело в суд. Что тебе еще нужно? Да у меня даже заключения баллистиков нет. Поторопи. Вечно они резину тянут. Все, уходи. Есть. Есть. Встреча. Ну что, надумал? Мне не в чем признаваться. Понятно. Упрямый, значит. Вот это знаешь, что такое? Меня отсюда не видно. Это результаты баллистической экспертизы. Можно взглянуть? Сам зачитаю. Так, предоставленные для исследования образцы. А вот. Совпадение характерных царапин, нанесущей части оболочки пуль в контрольных образцах и образцах в предоставленных для исследования, позволяет сделать вывод о том, что предоставленные для исследования пули были выпечены из пистолета марки... из твоего пистолета, Тихомиров. Я не стрелял в Островского. И денег ты тоже не получал. Каких денег? Больших денег, Тихомиров, больших. Вот это выписка с твоего банковского счета. За день до убийства Островского на твой счет было перечислено... Сколько? Я ничего не знаю, ни о каких деньгах. Ну, конечно. Я представляю, как будет хохотать судья. Тебя взяли над трупом. Камера показала, что в Островского стрелял. Экспертиза это подтверждает. Кто и за что перечислил деньги на твой счет, ты не знаешь. Хороший комплект, да? Ты же умный мужик, Тихомиров. Должен понимать, что если будешь отпираться, тебе впаяют по полной. Мой тебе совет. Напиши признательное. Так, мол, и так. В состоянии аффекта. Контора у тебя не бедная, адвокат не разорится. Годика три-четыре посидишь и выйдешь. За хорошее поведение и ударный труд. Зачем тебе десятку париться? Думай, Тихомиров, думай! Тебе конец. Хорошо. Я напишу признательные показания. Пиши, пиши. Привезли, голубочка. Пиши. Кстати, Леша, забыл сказать, шеф премию обещал. О, это хорошо. Ну, рассказывай. А что рассказывать? Я вошел. Где Островский был? За столом сидел. Ну, показывай, Тихомиров, показывай. Здесь он сидел. Показывай. Я вошел. Выстрелил. Он начал падать. Ну, продолжай, продолжай. Вот сюда он упал, я сделал контрольный выстрел в голову. Показывай, как делал контрольный выстрел. Ну, вот так он упал, я вот так выстрелил. Снял. В лучшем виде. Я только одного понять не могу. Тихомиров, зачем ты стрелял-то? Ты же ему мог, как цыпленку, втихую шею свернуть. Ведь мог? Мог. 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 И потом. Ну, хорошо, выстрелил. А зачем ты на месте остался? Почему не сбежал? Почему не сбежал? Сбежал? Стоять! На местах оставаться! Оружие на пол, быстро! Никому не дергаться, иначе я его пристрелю. Тихомиров, не дури. Пистолет сюда давай. Отпусти заложника. Ага, нашел дурака. Не дергаться! Зашли в комнату все, все в комнату зашли, быстро! Быстро, я сказал! Пошел, дверь закрой. На замок. Ну что, Сололёв, на променад? Давай, давай. Шагай. Ну и нашел для себя геморрой, Тихомир. Теперь червонцем не отделаешься. Все равно ж поймают. Это уж как повезет. Дверь открывай. Выходи из машины! Пристегивайся. Руки, руки поднял! Стой! Стой-ка! Да опусти-то руки! Стой-ка! Да опусти-то руки! Заложника взял? Да вы что, там груши околачивали? Слушай, ты хоть понимаешь, что подписал свой смертный приговор, а? Побег и захват сотрудника милиции. Тебе ведь этого не простят. Тебя кончат при задержании. В тюрьме меня кончат быстрее. Да кому ты нужен? Я сам хочу об этом узнать. О чем нынче стоит гостей в камеру подослать. Не дешево, наверное. Ладно, давай сделаем так. Ты сдаешься. А я попытаюсь заменить эту историю с Побегом. Сделаем вид, что ничего не случилось. Лады? У меня другие планы. Всем постам! Сбежал особо опасный преступник. Тихомиров Анатолий Валентинович. Возможно, управляет автомобилем марки УАЗ с милицейской символикой. Принять меры к задержанию. Ну, на что ты надеешься? Тебя возьмут на первом же посту. Да, тут ты прав. Где твое удостоверение? Зачем тебе? А я в детстве мечтал быть милиционером. Ты что задумал, Тихомиров? Капитан Соловьев, выходите из вас. А что делать? Да я ни в чем не виноват. Сейчас разберемся. Пойдемте. Пойдемте. Совсем менты оборзели. Полный беспредел. Это не ментовский беспредел, а бандитский. Бандитский угон. А ты кто такой? Капитан милиции. Или уже не капитан. Лейтенант, во. О как. А че? Удостоверения нет. Оружия нет. Да и мобильник жалко. Алло, Таня? Тихомиров? Таня, вопросы потом. Пробей по нашей базе. Адрес Романа Мирошниченко. Это водитель Островского. Толя, ты где? Толя. Виктор Владимирович. Да. Тихомиров сбежал. Что значит сбежал? Во время следственного эксперимента захватил заложника следователя и уехал на милицейской машине. Так. Черт знает что. Начальник убойного отдела. Олег Иванович. Виктор Владимирович? Да, я. Что у тебя там за бардак творится? Понимаешь, он заложника взял. Да мне плевать на твоих заложников. Когда поймаете? Скоро. Олег Иванович, ты знаешь кому я могу позвонить? Он не уйдет, обещаю. Все. Вот что, Михалыч. Пока там милиция раскачивается, поднимай своих людей. Денег не жалей, но из-под земли мне этого гада достань! Сделай, Виктор Владимирович. Аккуратнее кидайте-то. Слышишь, Петрович, может я у тебя наберу пару мешков капусты-то? Да мне не жалко, только здесь-то она сырая, ты вон там под навесом набери. А? Получишь бы. Ну куда, куда? Вот давай на третий. Куда сюда складываешь-то? Дай сюда. Он тут. Сейчас возьмем. Все, начинаем. Вперед! Вы что, мужики, мне же разрешили? Я ничего не делал. Это не он. Не я. И это не он. Ноутбук. Так, он здесь. На складе. Вперед! Стоять! Глуши мотор! Руки за голову! Быстро! Это тоже не он. Ну-ка, дай свой мобильник. Твою мать, а! Твою мать, а! Твою мать, а! Твою мать! А-а, все ясно. Вот урод, а! Опа. Ну, выпей хотя бы чаю. Лариса, милая, нельзя так себя изводить. Выпей хотя бы пару глотков. Вот и молодец. Я поняла. Нашу семью преследует рок. Сначала убили папу, потом Славика. Ну что, что ты такое говоришь? Ты единственный, кто у меня остался. Я боюсь за тебя. Чш-чш-чш. Если с тобой что-то случится, я… Моя хорошая. Моя хорошая. Береги себя. Береги себя, пожалуйста. Моя хорошая, ничего плохого больше не случится. Я прошу тебя. Ни со мной, ни с тобой. Отдохнула? Не поверишь. Как в раю. Ага. Не боишься принимать в себя беглого преступника? Нет. Во-первых, ты сам проник в мой дом. Я тебя не приглашала. А во-вторых, я не верю, что ты убил Островского. Голодный? Смирь… Ммм. Спасибо. Спасибо. Я слышала три выстрела. Мм. 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 Я слышала три выстрела. А попаданий было два. Чтоб ты промахнулся с двух метров. Нет, ну хотя всякое бывает. Его убил Роман, да? Я не видел, как Роман стреляет в Славика. Кому-то очень нужно было повесить это убийство на меня. И у них это практически получилось. Но они тебя плохо знают. Шеф в курсе? Его связи бы тебе сейчас пригодились. Я не буду просить Хамзу о помощи. Ты его тоже в чем-то подозреваешь? Нет. Просто ему и так сейчас придется нелегко. Представляешь, какой скандал? Потрудник его охранного агентства убил клиента. А если еще узнает, что он мне помогает... В общем, это моя проблема. Мам, где ей решать? Ложись спать. Спасибо, Диана. Не за что. Я постелю тебя. На диване. Тебе нужно прилечь. Прилечь, отдохнуть. А я буду рядом. Я буду рядом. Ну что? Пока никаких следов. Михалыч, мне тебя учить нужно. Разыщи всех его родственников. Знакомых этого подонка. Баб его найди. Не мог что-то сквозь землю провалиться. Да и... Распорядись насчет машины. А как же Лариса? Я дал снотворное. Она спит. Понял. Значит, я отвожу клиента в аэропорт, а потом уже постараюсь что-нибудь выяснить. Самое главное, Роман. Да, с него я начну. Угу. Так. Я мобильник тебе оставила, да? Ты его подзаряди. Угу. В холодильнике сам все найдешь. Вот ключи. Запасные. Кажется, все. Пока. Машина, заводи. Здравствуйте. Это программа криминальной новости и я ее ведущий Александр Макаров. Сегодня в центре Москвы произошло вооруженное ограбление торгового центра. Около пяти часов утра в помещение магазина ворвались четверо преступников в масках и, ранив в ногу охранника, похитили 200 тысяч рублей. Одна из продавщиц магазина запомнила марку машины, на которой скрылись нападавшие. В городе был объявлен план перехват. Вскоре брошенная преступниками машина была найдена недалеко от места происшествия. В ходе оперативно-разосновых мероприятий удалось выяснить, кем владельцы машины. Им оказался один из нападавших. Сейчас идет поиск его сообщников. Как сообщил нам директор торгового центра, преступники, скорее всего, действовали по наводке. В данный момент сотрудников магазина взяты под пысками в выезде. С ними работают следователи. Напомним, что это уже второе подобное ограбление за этот месяц. На прошлой неделе был ограблен торговый центр на юг востоке столицы. Преступники, ранив двоих оградников, похитили из магазина 150 тысяч рублей и не скрылись в неизвестном направлении. А эти и последние донусы. Клубный пожар произошел сегодня на северо-востоке столицы. Как сообщили нашему корреспонденту, около двух часов ночи загорелся склад со стройматериалом. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось потушить огонь. Во время возгорания на складе находились двое охранников. Неплохой арсенальчик. Никто из них не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке. К другим новостям. Сегодня произошло ЧП на станции Преображенской сокольнической линии. Сотрудники метрополитена, прибывшей на место происшествия, извлекли тело упавшего под поезд человека. Им оказался Роман Сергеевич Мирожниченко 1975 года рождения. По факту гибели прокуратуры возбуждено уголовное дело. Да, Толя. Роман погиб. Как? Метро. Упал на рельс перед поездом. Толя, не верю в такие случайности. А тебе не кажется, что кто-то начал следы заметать? Кажется, кажется. Вот и мне тоже. Нельзя время терять. Согласен. Так, я в судмедэкспертизу. Хорошо, давай. Давай, созвонимся. Дианочка, здравствуй, дорогая. Дианочка, привет. Я буквально на минутку. Ну, началось. Ну, опять на минутку. Ну, что же это такое? Сто лет, в конце концов, не виделись, нет, мы посидели, пообщались. Честное слово, кофейку вы попили, чайку. У меня как раз перерыв. Яна. Хорошо. Какие у тебя проблемы? Слава богу, никаких. Просто нужно кое-что уточнить. Ты не могла бы выяснить, кто делал вскрытие Вячеслава Островского? Тут и выяснять нечего. Профессор Лями. Он у нас самый лучший. Ты знаешь, такой живчик, такой замечательный старичок. Это он? Точно? Что точно? Что старичок замечательный? Нет, Яна. Что он вскрытие делал? Ну, конечно, точно. Я сама протокол видела. Ну, пожалуйста, ну пойдем. Дианочка, ну на две минуточки. Ну, чуть-чуть посиди. Ну, я все очень прошу. Прошусь, Яна, крылья, ну, честное слово. Ничего не понимаю. Носится по городу, как угорелая. Ехала в центр. Развернулась, поехала в другую сторону. Черт. Ей кто-то звонил. Я видел. Она не просто носит, она копает. Бегом в машину. Бегом в машину. Толь, я выяснила, вскрытие Островского делал профессор Лямин. Окей. Он сейчас в судмедэкспертизе. Очень хорошо. Я могу посмотреть, что я не могу. С Vorsеком в два-мометраNein. поэтому я расскажу то, что Seráeee... Comme было. А я вспоминаю, что я буду ждать. Я закрываю الشрешер. Я убежал дизайн-то kidnapped. Если вам покажу... Продолжение следует... Исторический обзор, тенденции, перспективы, все в мир, все на своем месте, ну, просто блестяще. Спасибо вам, профессор, это было совершенно несложно, у меня сохранились конспекты вашей коллекции. Благодарю вас. Юра, вас подвезти? Да. А, нет, спасибо, Олег Сергеевич, вы знаете, я, ну, я люблю прогуляться. Ну, тогда... До завтра. До завтра, да. Всего доброго. Юра, не забудьте о статье напомнить. Обязательно. До свидания. Добрый день. Добрый день. Кто вы? Что вам надо? Не бойтесь, не бойтесь. Знаете, я боюсь только тещи и собственной пенсии. Успокойтесь. Ну-ка, немедленно выходите. А ну, тихо, посмотрите. Зеленый свет, поезжайте. Профессор. И не подумаю. Вам что нужно? Хотите меня грабить? Крабьте. Вам что, кошелек, жизнь, машину? Лев Сергеевич, мне просто нужно с вами поговорить. Ну, хорошо, говорите, я вас слушаю. Это вы позавчера делали вскрытие Вячеслава Островского? И вы об этом со мной хотите поговорить? Именно об этом. Прочтите окс вскрытия. Там все написано. Ну, еду, еду. Вот, разгудились. Ну, долго стоять-то будет? Блять, ты не заботишься. Ну, хватит. Подождите секунду. Господи. Проезжай. Дайте машину завести, ну, все, все. Отсюда не проезд. Надоели. Баллистическая экспертиза утверждает, что пули, извлеченные из тела, были выпущены из моего пистолета, но этого не может быть. Я в него не стрелял. Так вы что же? Следите за дорогой, профессор. Да, меня обвиняют в убийстве Островского. Единственный способ для меня. Доказать свою невиновность, это найти настоящего убийцу. Прекрасно вас понимаю, но все-таки вы обратились не по адресу. Патологоанатомы, это патологоанатомы, а баллистики, это баллистики. Мы пули извлекаем, они их исследуют. Это все-таки, как вы понимаете, разные епархии. Баллистики изучают те пули, которые им предоставили в ихнюю. Следите за дорогой. Я не обратился бы к вам, если бы не был наслышан о вашей безупречной репутации. Благодарю вас, сударь. Мне необходимо найти человека, который произвел эту подмену. От этого зависит моя жизнь. Ну хорошо. Хорошо. Я попробую что-нибудь для вас сделать. Вот. Позвоните мне завтра. Спасибо, Лев Сергеевич. Остановите, где вам удобно. Мне здесь удобно. Тем более, что мы уже приехали. Молодой человек. Знаете, я бы с вами не стал разговаривать, если бы не одно странное обстоятельство. Очень странное. Какое обстоятельство? Представляете, у нас сегодня случилось ЧП. Лаборанты недосчитались одного трупа. И как вы думаете, чей это был труп? Островского. Его похитили? Я же сказал, недосчитались. К сожалению, иногда такое случается. Завтра жду вашего звонка. До свидания. Вот он. Сам вижу. Смотри, как затарилась. Мне бы этой еды на неделю хватило. Живет вроде однако, да и столько. Да кто ее знает. Может у нее и аппетит хороший. Или гостей ждет. Или уже дождалась. Привет, как ты вовремя? Трендели не успеет остыть. Как пахнет, божественно. Спасибо, родная. Единственное приятное событие за весь день. А ты чем-то расстроен? Какие-то неприятности на работе? Что? Я говорю, ты чем-то расстроен? Проблемы на работе? Нет, нет, все нормально. Я просто устал. Это погодное. Людмила Ивановна заходила из третьей квартиры, тоже жаловалась. Говорит, голова кружится, какая-то слабость во всем теле. А давление ей померила, но так и есть, низкое. Неудивительно. Сейчас погода туда-сюда. Левушка, может тебе давление измерить? Да-да, сейчас. Надя, сядем за стол. Давай, сидим твои замечательные крендели. Левушка, ты меня не слушаешь. Извини, родная. Мне обязательно надо позвонить. Юра, Леся Геевич, нам надо встретиться. Это очень срочно. Хорошо? Но не раньше, чем через час. Да. В парке у Третьяковки? Да, по другую сторону, у Третьяковки. Да. А он… Юра, извините меня. Это правда срочно. Ну, хорошо. Да. Тогда договорились? Да, в общем, договорились. На Третьяковки побросишь? Садись. На Третьяковки побросишь? Садись. Лев Сергеевич, здравствуйте. Что-то случилось? Юра, простите, ради Бога. Вы знаете, как я вам доверяю. Конечно, в какой-то мере это и моя вина. Лев Сергеевич, вы сейчас о чем? Да и об этом вскрытии, которое вам пришлось сделать вместо меня. Я об этом юноше Островском. Я был совершенно уверен, что все будет в порядке, иначе никогда бы я не подписал этот акт. Юра, вы уверены, что передали баллистикам именно те пули, которые извлекли из тела, а? Лев Сергеевич, вы напрасно беспокойтесь. Я сделал все, как надо. Простите меня, ради Бога, сядем уж. Ну, сядем. Что это? Бегите, Юра! Скорей, бегите! Дверь закрыла! Сейчас, сейчас! Лев, давай, бери дверь! Не заводится! Юра, Юра, открывайте дверь! Бегите, бегите! Юра! 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 Черт! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»